Включили обогреватель, остались без жилья. Наиболее частая причина пожаров в холодное время года замыкание проводки при неправильном использовании электроприборов. Как не замерзнуть и избежать несчастных случаев, рассказывает Елена Уланова. На 30% за год выросло количество пожаров, связанных с замыканием в электросети из-за неправильной эксплуатации электропотовой техники. Спасатели до сих пор говорят о самом резонансном ЧП, которое произошло в Мариуполе. Пострадало двое детей, получили очень серьёзные ожоги. Их мама получила ожоги, 10%. И причина была электрообогревательный прибор. Тогда включённый обогреватель женщина оставила без присмотра, рассказывает инспектор. Произошло замыкание в электросети, вспыхнул пожар. В результате квартира полностью сгорела, а сами жильцы оказались на больничной койке с сильными ожогами. С наступлением морозов такие ЧП случаются чаще, говорят спасатели, и призывают внимательнее относиться к собственной безопасности. Энергетики, в свою очередь, просят потребителей проверять, может ли проводка в их квартире или доме выдержать работу сразу нескольких электроприборов, чтобы избежать аварийных отключений электроэнергии из-за возгорания или замыкания. Во-первых, исключить одновременное подключение ряда бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает мощность, которая указана в договоре на электропотребление. В этот период, когда холода, мы все включаем обогреватели, дополнительное освещение. Соответственно, особенно страдает, часто и густо страдают именно подъездные сети. Они не выдерживают этого роста нагрузок, и повреждается внутренняя проводка домов. И, соответственно, происходит автоматическое отключение в сети. Более того, перегрузка электросетей может привести к авариям на высоковольтных линиях или подстанциях. В таком случае, говорят энергетики, без света могут остаться не просто несколько домов, а целые районы. Елена Уланова, Артём Коробецкий, Телеканал Донбасс.